ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На съемках фильма «Мама» сильно пострадала Людмила Гурченко. Вот в этой сцене, когда она каталась на коньках с клоуном Олегом Поповым. Оба очень плохо держались на льду и не раз падали. При очередном падении Олег Попов ударил Гурченко коньком по ноге. Да так сильно, что она получила серьезный перелом со смещением. Олег Попов, он, конечно же, не фигурист. И, конечно, его могло занести. А еще мог бы попасть ей в лицо коньком, если бы упал ей по лицу, разрезал бы ей лицо. Это все очень опасно. Очень опасно. Актрисе наложили гипс практически от бедра до пятки. Но никакого послабления Гурченко себе не требовала. А уж чтобы приостановить съемку, даже мысли не возникло. На площадке актрисе как могли помогали ее партнеры. Например, Михаил Боярский, который сыграл в фильме «Волка». Я подчиняться мне заставлю, слово мое закон. Это нас еще больше сплотило, поскольку она мне доверяла всевозможные свои проблемы, связанные с гипсом, с передвижением. Я от нее не отходил и был ей хорошим костылем в ее сложной ситуации. А после слов «стоп, мотор» передвигаться Гурченко помогал ее тогдашний гражданский муж Константин Купервейс. Она стояла на одной ноге, снимали ее по пояс. Такие были... И она должна была изображать, что она ходит, бежит, танцует только по пояс. А потом доснимали, значит, дублершу. Как только закончились съемки, Гурченко поспешила избавиться от гипса, хотя врачи говорили, еще рано. Но актриса не хотела простаивать без работы ни одного дня. Резать к чертовой матери, сказала актриса мужу. Под рукой из инструментов оказалась только маникюрная пилка. Ею Купервейс и распилил гипс. Я пилил этот гипс, наверное, часа четыре. И мы распилили ногу ниже колена. Там нельзя было уже. Весь красный номер был белый от гипса. Когда утром пришла уборщица, она просто потеряла дар речи, вообще, что происходит. После актрисе предписали ходить только в обуви на плоской подошве. Но Гурченко наплевала и на это. До конца жизни она порхала на каблуках. Настоящая дива. Звезда советского кино и приматеатра «Линком» Инна Чурикова получила серьезную травму прямо во время спектакля. Она оступилась и упала со сцены почти с двухметровой высоты. Зрители подхватили любимую актрису и на руках отнесли ее за кулисы. Просто плохо было выставлено освещение. Я с ней разговаривала после этой... Потому что она привыкла к одному освещению. И потом... Они же играют на разных площадках этот спектакль. И она... И не было этого софита. И она пошла... Она думала, что там продолжается край сцены. И вступила в пустоту. Врачи вызванной скорой помощи зафиксировали у народной артистки СССР перелом ребра. В ее возрасте это, конечно, очень серьезно. Слава богу, Инна Михайловна поправилась. Продолжает играть в театре «Линком», сниматься в кино. Это далеко не первый перелом актрисы. Не так давно она сломала себе обе руки. Инна Чурикова торопилась в театр. Зацепилась за коврик перед входом и неудачно упала. И потом мне глянусь. Давай будем ходить в туфельках, которые способствуют выздоровлению, а не ломанию рук и ног. Я говорю, ты учсти, что мы уже не девочки, которые прыгнут и побежали. Я собакой сейчас хожу гулять. Три раза падаю. Коллеги действительно умоляют Инну Чурикову быть как можно осторожнее и стараются оберегать ее. Дело в том, что актриса страдает остеопорозом. Людям с таким диагнозом нужно очень аккуратно двигаться. Как говорится, без резких движений. Доболевание кокостоопороз известно и влияет на прочность и хрупкость костной ткани. Соответственно, в связи с этим возникают переломы. И такие переломы достаточно тоже длительно заживают. Требуют определенного наблюдения врачей. Но мы надеемся, что это был последний перелом в жизни актрисы. И она еще долго будет радовать нас своим талантом. Травма на съемках, можно сказать, испортила всю дальнейшую жизнь Владислава Галкина. Беда с актером произошла во время его работы над сериалом «Диверсант». Галкин должен был прыгнуть с небольшой высоты в траву. Казалось бы, ничего страшного. Я сижу в наушниках, и когда он приземляется, буквально делает шаг, я просто слышу в ушах, как трещит эта связка. То есть я слышу реально, что происходит. Оказалось, в траве лежали рельсы, которых не было видно. В итоге актер сильно повредил себе колено. Как же не вовремя! Так обычно происходит травма, на самом деле, не на серьезных трюках, а когда человек прыгает с такой высоты, с стола, например. И все. Он прыгнул, там были рельсы мокрые, травой закрытые. У него поехала нога и коленная связка. Ну, как колено ушло вниз просто. Но вместо того, чтобы бежать к врачам, Владислав Галкин продолжил съемки. Мол, ничего страшного, потом все поправлю. У меня пистолет есть. Я ему говорил, Влад, что ты делаешь? Надо остановиться и сделать операцию. Как я? Ну, как я там могу? Ну, ты что? Ну, там остановить съемки, там люди, там то, там все хуже. И то, как он снимался, там это было чудовищно. Съемки диверсанта продолжились. И Влад себе не жалел. Он бегал и прыгал с уже травмированным коленом. Но однажды боль стала невыносимой. И актера все же увезли в больницу. Ну, насколько я знаю, наши доктора собирались отнять ему ногу. И вот с таким вот настроем я с ним виделся и общался. Травма постоянно давала о себе знать. Чтобы заглушить боль, актер начал сильно выпивать. Из-за этого от него ушла жена, актриса Дарья Михайлова. В какой-то момент накопилось все сразу. Усталость, колено, развод. И Владислав сорвался. Актер в пьяном виде устроил стрельбу в баре. После этого жизнь Влада Галкина покатилась под откос. Он ушел в длительный забой, из которого не смог выйти. 26 февраля 2010 года актера нашли мертвым в его квартире. Ему было 38 лет. Съемки в фильме 1962 года «Цветок на камне» стали последними в жизни актрисы Инны Бурдученко. По сюжету она должна была вбежать в горящий дом. Актриса сделала два дубля, но режиссер потребовал третий. Вот как об этом вспоминал актер Вячеслав Воронин, который снимался вместе с Инной. Горела декорация. По всем условиям техники безопасности уже третий раз третий дубль. Снимать было нельзя. Режиссер орал, требовал, давай еще дубль. Инна Бурдученко побежала в огонь третий раз. Но как только она скрылась в доме, горящая фанерная крыша здания обвалилась. У нее нога, каблук, туфля застрял в досках пола. Она упала. В это время на нее свалилась эта горящая фанера, изображающая крышу. Инна обхватила лицо, чтобы не повредилось лицо. Но на ней было какое-то легкое газовое платье и упавшая фанера, горящая. Она моментально вспыхнула. Когда один из рабочих вынес ее из огня, все тело актрисы было покрыто ожогами. Две недели Инна Бурдученко лежала в больнице. Тысячи зрителей сдали для нее в свою кровь. Было даже распоряжение от самого министра культуры Екатерины Фурцевой. Во что бы то ни стало спасти актрису. Но помочь Инне было уже нельзя. Ей был 21 год, когда она умерла. Горение – это считается трюки высшей категории. Соответственно, всегда присутствует скорая помощь, потому что огонь – это непредсказуемый. Всегда присутствуют огнетушители, пожарная машина, особенно если это взрывы с машинами, что-то такое. То есть горящие здания всегда должны присутствовать. Сегодня актеры знают, как опасно иметь дело с огнем и стараются не рисковать. А если и изъявляют желание, то каскадеры просто-напросто не пускают их на площадку. Я предлагаю сам выбежать из сарая, а за моей спиной взрывается сарай. Меня постановщик трюков уговорил все-таки этого не делать. Делать это будет каскадер. Вы знаете, что произошло? Каскадер выбежал, за ним шлейф, огонь пламя, солярка горит на нем. В этот момент он падает, и его, ну, ребята-каскадеры тушат одеялами. Если бы я выскочил, я от неопытности начал бы бегать. Он больше бы разгорался, и тем больше ожогов бы я получал. Сцена пожара, ставшая смертельной, для Инны Бурдученко в итоге в фильм не вошла. После гибели девушки советским актерам было запрещено самостоятельно выполнять трюки. С этого момента у исполнителей главных ролей появились двойники, каскадеры и дублеры. Увы, это правило было написано кровью. Погиб на съемках и звезда фильма «Коммунист» Евгений Урбанский. Ему было всего 33 года. Для нас он был национальным героем, да, после фильма. Да, и вдруг так, что он погиб, как это мало, как не проследил никто, ничто. Трагедия случилась на съемках фильма «Директор». Снималась сцена в пустыне, недалеко от Бухары. По сюжету машина Урбанского должна была промчаться прямо через барханы. Он сам сидел за рулем. Я такая же. Мне тоже хочется все самой выполнять, но тут очень важно продюсерское донесение опасности. Я сейчас еще и продюсером работаю, и я понимаю, что я бы никогда не позволила актеру делать какой-то трюк. Но тогда никаких продюсеров не было. Все решал режиссер. Он и предложил Урбанскому сделать второй дубль, чтобы машина повыше подпрыгнула на бархане. Справедливости ради надо сказать, что актеру предложили заменить его каскадером. Но Урбанский отказался. Мол, все сделаю сам. Ну, потому что Урбанский авторитет. И он сказал, я буду делать это. Ну, так часто бывает. Вот я тоже очень люблю с режиссерами спорить и говорить, давай я сделаю так, давай будет актерский дубль там и так далее. Ну, потому что актер имеет полное право быть лучшим на площадке. Вот и все. Но на втором дубле машина неожиданно перевернулась. Актер оказался погребен под грудой искореженного железа. Урбанского даже не успели довезти до больницы. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Я вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Артист, он артист, он играет лицом. И у него все есть чем заниматься. И вот эти трюки, совершенно этот героизм, нахрен никому не нужен. Никому не надо вот эту вот медаль-то за это не получишь, а смерть – пожалуйста. Говорят, Урбанский решился самостоятельно сделать трюк, чтобы заработать побольше денег. Его жена, актриса Дзидра Риттенберга, тогда была беременна. Предстояло много расходов. А если актер сам выполняет трюк, к его ставке добавляется еще и каскадерский гонорар. Много версий о гибели Урбанского. Кто-то говорил, что он был не трезв, кто-то говорил, что он захотел заработать лишнее. Там даже цифра звучит – 70 рублей. Кто-то говорит, что такой нехороший режиссер-диктатор, которому было мало первого дубля. Первый дубль получился, нужно было второй. Сегодня, слава богу, актеры понимают, что каждый все же должен делать то, что умеет. Это только по молодости многим хочется самим потрюкачить. С годами начинаешь понимать, что все-таки каскадеры – это люди, заточенные на профессию. Я бы сказал так, на профессию. Вернее, знаете, они готовы на подвиг. А страсти какие. Кристина Асмус в детстве серьезно занималась спортивной гимнастикой. Правда, потом девушка бросила спорт, выбрав карьеру актрисы. Очень хорошо, что она примкнула к актерской профессии, оставив профессиональный спорт. Потому что мы имеем вот теперь в арсенале такую замечательную актрису, как Кристина Асмус. Но спортивные навыки актрисе до сих пор периодически пригождаются. Например, именно благодаря ее гимнастическому прошлому Кристину взяли на роль Светланы Хоркиной фильм «Чемпионы быстрее, выше, сильнее». Мне кажется, существуют, безусловно, какие-то правила, по которым режиссеры и продюсеры зачастую работают. Берут материалы определенные, актеров определенных. Свои спортивные умения Кристина решила продемонстрировать и на одном телешоу, где артисты пробовали себя в разных видах акробатики и гимнастики. Но во время третьего эфира актриса неудачно сделала сальто. Честно, до сих пор не знаю, шоу это было или нет, но она делала как бы такой рандат, или как правильно, и фиганула себе ступню, голеностоп, прям орала, лежала, кричала, было, ну, было очень по-настоящему. Возможно, это реально правда, не берусь осуждать. Актрису тогда многие заподозрили в пиаре. Но Кристина гневно ответила хейтерам, что она на самом деле и очень серьезно травмировалась. У нее диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки колена и повреждения мениска. Врачи подтверждают, это очень опасно. И всегда при этой ситуации требуется чаще всего операция. И если как-то возможно ограничить или прервать дальнейший процесс в физических нагрузках, конечно, тогда это может, скажем так, в лучшую сторону повлиять в момент травмы. Актрисе действительно потребовалась операция. Кристина даже некоторое время ходила на костылях. А недавно Асмус пожаловалась на новую травму, полученную на съемках. У нее случился ожог подмышек. По сюжету ее героиня делала депиляцию с помощью специальных полосок. Но на съемках они никак не хотели отрываться, поведала Асмус. А когда она в итоге сдернула эти полоски, то увидела на подмышках кровавые следы. Теперь актриса залечивает раны, одновременно демонстрируя их в соцсетях всем желающим. Не знаю, кому интересно состояние подмышек Кристины Асмус. Должна же какая-то черта быть, за которую не надо переступать. Каждый определяет ее сам. Чаще всего на съемках рискуют здоровьем и жизнью актеры. Но порой случаются трагедии и с другими членами съемочной группы. Так, во время съемок голливудского фильма «Ржавчина» была застрелена оператор Галина Хатчинс. Смертельный выстрел произвел Алик Болдуин. Сцена снималась крупным планом. Актер должен был стрелять совсем рядом с камерой. Болдуин нажал на курок, но неожиданно для всех из пистолета вылетела настоящая пуля. Все-таки у нас в этом плане наши пиротехники работают. Мне кажется, лучше голливудский сделать это качественно, перепроверяют. Сегодня против Алика Болдуина подан судебный иск со стороны родственников погибшей женщины. Актера обвиняют в том, что он перед съемками не проверил пистолет. Ну, я считаю, что артист здесь не виноват, потому что по факту он не должен это делать. Ему дали, за него должны были подготовить, он должен был просто в нужный момент нажать на курок. В ответ актер подал иск на продюсера фильма и реквизиторов, которые должны были отвечать за безопасность на площадке. Что же касается полиции, она пока не предъявила никому никаких обвинений. А ведь вопрос остается открытым. Как и главное, с какой целью вместо холостого патрона в пистолете оказался боевой? Травма на съемочной площадке лишила Анатолия Подшивалова в начале работы, а потом и жизни. Я старался, слушал. Понимаете, никто ничего. Актер запомнился зрителям в картинах «Республика Шкит» и «Иван Васильевич меняет профессию». Но удачливой карьеру Подшивалова назвать нельзя. В основном это были небольшие эпизоды, а в 70-х он и вовсе пропал с экранов. Видите, как судьба складывается актерская, что даже участие в таком кино и такая прекрасная роль сыгранная и замечательная никаких не дает гарантий того, что ты будешь как-то востребован дальше. Актер перестал сниматься после трагедии, которая случилась с ним на кинопробах. Во время съемки ему на голову свалился тяжелый осветительный прибор. Травма оказалась очень серьезной. В мозгу образовалась опухоль. Из-за этого произошли большие изменения и во внешности, и в психике актера. Как говорят в народе, стал дурачком. Вернуться к полноценной жизни не было никаких шансов. Зарабатывать на жизнь он никак не мог. И он стал пить. Это очень больно и очень страшно. В театре Анатолия жалели и продолжали выпускать на сцену, но уже только в массовке. А теперь бросим с нами закусить. Кино же для актера стало закрытым навсегда. Подшивалов скончался от последствий травмы головы, когда ему было 42 года. Я вообще думаю об актерах. Вы мне столько историй рассказывали, что я бы никогда в жизни не стал бы актером. И актриса. И слава тебе, Господи, что я не актриса. Как хорошо прошла моя жизнь. Но не только актеры получают травмы на съемках. Певцы тоже рискуют своей жизнью. Переходим к следующим героям нашего рейтинга. Добрый ночи в Челябинске! Во время своего выступления в Челябинске Полина Гагарина взмахнула руками и вдруг почувствовала острую боль. Оказалось, певица вывихнула плечо. Полина просто согнулась от боли. Концерт тут же остановили. К певице подбежал помощник и помог ей дойти до кулис. Если это первичный вывих, когда первый раз происходит, тогда это достаточно сложная ситуация. И не так просто это сделать. Надо делать или анестезию местную, или же даже иногда бывает и общий наркоз, чтобы человек полностью расслабился и, соответственно, сустав встал на то место, где он должен быть. Но, как потом рассказала Гагарина, это был у нее далеко не первичный вывих. К сожалению, плечевой сустав вылетает у певицы постоянно. Это может случиться от любого резкого движения. Полина даже научилась сама вправлять плечо. У меня только что был концерт, и я упала в обморок между двумя отделениями. Мне сказали, давайте останавливать, давайте сейчас вызовем скорую и так далее. Я сказала, нет, я сейчас дойду. Я дошла, выползла, выползала, и я на сцену буквально на четвереньках. Вот и Полина Гагарина, правда, не на четвереньках, а все-таки на своих двоих, после небольшого перерыва продолжила концерт, за что ей честь и хвала. Знаете, я, собственно, всю жизнь занималась музыкой, и только это и умею делать. Поэтому у меня не было других вариантов. Олегу Газманову к несчастным случаям на производстве, то есть на сцене, тоже не привыкать. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. То на него упадет декорация, то он свалится в открытый люк на сцене. Полин, 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 снежный ветер пролетел. Это, это, к сожалению, мы от этого не застрахованы. Но это все были цветочки по сравнению с одним случаем. Ес! Как жаль, что я таким когда-то был. Тогда певец чудом избежал смерти. Во время выступления Газманов взялся за микрофон и тут же упал без чувств. Его сильно ударило током. Ну, на самом деле, очень часто бывает так, что бьет током микрофон. Поэтому у меня даже у самой не раз это бывало, когда ты подходишь к тебе, ну, вот чуть-чуть, на секунду. Буквально, как если бы я тебя там толкнула и такой электрический ток. Ну, так, чтобы прям вот, я такого ни разу не видела, если честно. Как потом выяснилось, Олег Газманов взял в руки два незаземленных микрофона. Поэтому тут же получил разряд. И еще разряд. Это надо заземление было проверять, прежде всего. И потом по площадкам я, к сожалению, не знаю, где Олег выступал. Но, во всяком случае, это большая-большая ошибка самих организаторов его концерта. Но Газманов организаторов концертов простил. Ведь все обошлось без серьезных последствий. А чтобы этого больше не повторилось, вот вам Олег совет. Ну, как вариант. Перед тем, как взять в руки микрофон, наверное, может быть, дать его подержать кому-то еще, свой микрофон, а потом уже самостоятельно петь в него. 10 самых новые рейтинги в наших новых программах.